Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами оперная певица, обладательница прекрасного меца-сопрано Лаура Бустаманте. Здравствуйте, Лаура. Лаура Бустаманте – певица, солистка оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Родилась и выросла в городе Волжском. В 2009 году окончила колледж при Волгоградском институте искусств, затем Волгоградскую консерваторию имени Серебрякова. С 2011 по 2015 год Лаура Бустаманте работала в Волгоградском государственном театре «Царицынская опера». С августа 2015 вошла в состав Приморской оперной труппы. В репертуаре певицы партии Кармен, Ольги, Лауры, Любаши, Амнерис и другие. Хочу начать с вашего имени. Оно у вас очень музыкальное, очень сценичное и красивое, но при этом совершенно не очевидно, что за этим именем скрывается российская певица. Давайте немного поговорим о ваших корнях, о том, из какой у вас семьи. Корни у меня действительно очень интересные. И мое сценическое имя Лаура Бустаманте – это только часть вообще моего имени. А полностью оно звучит «Хаки Бустаманте, Лаура Хосе Орландо». Прекрасно. Мама русская, а отец испанец. Но познакомились они в Волгоградской области, в городе Волжском, где, собственно, я и родилась, и жила. Обладание таким необычным именем с детства делало вас какой-то особенной девочкой там, где вы росли? Вы же в России выросли, правильно? Да, конечно. Но какого-то особенного отношения ко мне не было. Я была просто Лаура Бустаманте. Все воспринимали как должное, да? Да, да. Что касается вашего пути в музыку, то через что он пролегал? Через какие-то семейные традиции вы пришли в музыку? Или просто вас заметили? Каким образом? Нет, в семье у меня… В семье, точнее, не было музыкантов. Мама и папа работали на заводе. Вот. Но была гитара, потому что папа играл. И, собственно, меня отдали, так как был инструмент, отдали в музыкальную школу по классу гитары. Вот. Училась я в спортивном классе, но мне там особо не нравилось. И я попросила маму после окончания класса гитары отдать меня на фортепиано. И так вот, когда я пришла на фортепиано уже учиться, у нас был хор. И как-то так хормейстер заметила вообще какие-то данные во мне и порекомендовала мне заниматься уже вокалом. Но как-то все не складывалось. И чисто случайно я просто попала на прослушивание к педагогу по вокалу, который, собственно, мне и порекомендовала поступать уже в колледж. Именно вот путь в то, чтобы прийти на классическую сцену, исполнять оперу, полюбить оперу. Как это все происходило? Полюбила я, наверное, оперу, когда уже попала к своему педагогу. Вот. И которая именно вот заинтересовала меня этим. Мне нравились и такие распевки, и нравились вокализы, что, собственно, обычно не нравится студентам. Вот. И когда уже стало что-то получаться, вот я только тогда я осознала, что действительно я хотела бы свой путь связать именно вот с академическим вокалом и уже работать в театре. А в театр я попала, хормейстер в моем вузе, в консерватории. Он как раз работал хормейстером в театре оперном. И как раз он говорит, ой, Лаура, приходи на втором курсе ко мне работать в хор. Я говорю, конечно. Для меня это было просто какое-то, я не знаю, приглашение куда-то в иной мир. В хорошем смысле этого слова. Я с радостью со второго курса приняла приглашение и уже работала в оперном театре, в хоре. Вот, кстати, я думаю, для многих зрителей тоже вот это понятие театра, театральной жизни, очень близко к тому, что вы говорите, это какой-то отдельный мир. У вас уже рассеялось это чувство театральной магии или оно свойственно? Нет, нет. Причем каждый спектакль обладает своей собственной магией. Ну, лично для меня. Да, и все равно театр – это огромный мир. Вы музыкант, скажите, какие ваши любимые звуки в театре? Театр – это такой сложный организм, он населен самыми разными звуками, мотивами. Вы знаете, раньше в первом своем театре, в котором я работала, в Волгоградском, и здесь – это звук открывающихся кулис. Это просто ни с чем не сравнимый вообще вот этот звук, когда ты слышишь, как кулисы открываются. Вот именно тогда начинается эта магия. Из недавних премьер, которые состояли здесь, на Приморской сцене Мариинского, и, безусловно, Аида – очень масштабное произведение, в котором вам выпала честь представлять именно премьерные спектакли в роли Амна Эрис. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы постигали этот образ, менялась ли ваша трактовка этого образа в процессе работы с режиссером, с музыкальным материалом. Словом, как вы с ней прошли этот путь от начала и до премьерных спектаклей? Вообще партия Амна Эрис достаточно непростая, и трудно было вообще постичь ее сначала в техническом плане, потому что даже певицы, у которых более богатый опыт сценический, не каждая берется за этот материал. Субтитры создавал DimaTorzok Но для меня это был некий вызов. И сначала, конечно, нужно было преодолеть тот самый технический барьер в исполнении этой партии, и потом, конечно, уже работая над переводом, работая над уже текстом, понимая вообще, кто этот персонаж, какие вообще страсти, мысли, вообще переживания в ней сосредоточены. И, естественно, работая с режиссером уже непосредственно, конечно, сложился совершенно вообще другой образ, нежели я его представляла изначально. То есть вы с Алексеем Степанюком пришли к чему? Что Амна Эриса вовсе не злодейка, как я понимаю? Да, она вовсе не злодейка. Что она девушка, которая оказалась в заложницах своего чувства. Да, 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 своего чувства и всех условиях, в которых она жила. Это любящая женщина, настоящая, с огромным сердцем, вот, и в то же время всепожирающим таким чувством ревности внутри нее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А что касается вот этого процесса, который создается вокруг работы над ролью, для вас достаточно именно размышлений, разговоров вместе с режиссером, или вы привлекаете какой-то посторонний материал, слушаете, смотрите, как это делали другие, читаете что-то вокруг? Да, 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 безусловно, конечно, я смотрю разные постановки, да, это... То есть вам это не мешает, да? Нет, мне это абсолютно не мешает. Найти свою героиню. Да, да, да. Наоборот, это даже помогает в какой-то степени. А если говорите не только об Амнерис, но и о той череде персонажей, которые уже есть в вашем репертуаре, как обычно вы приходите к тому, что составляет внутреннюю суть той или иной героини? Внутреннюю суть героини тоже помогает почувствовать и музыка, которая, как бы, композитором написана именно. Она дает возможность в полной мере, как бы, ощутить вот ту глубину и драматизм, который есть в персонаже, либо, наоборот, легкость, непринужденность какую-то. Ну, вот из ваших героинь по темпераменту, по какому-то взгляду на жизнь, по ощущению этой жизни, кто ближе к вам настоящей реально? Ну, скорее всего, по темпераменту мне ближе к Кармен. ПЕСНЯ Ну, какие-то, конечно, мировоззрения ее очень далеко от моего. Да. Такой страстный, глубокий образ, конечно, близок мне образ Любаши. Вот. Ее переживания, ее страдания, конечно. Но я бы никогда не отравила никого. ПЕСНЯ Внутри большого мира оперы есть еще свои маленькие миры. Отдельный мир – это Вердиевские оперы, да, Вагнеровские оперы Моцарта. Вот куда в перспективе вам интереснее двигаться? Хотелось бы вообще попробовать моцартовский, например, репертуар. И я бы с удовольствием, например, что-то открыла для себя и того же «Керубина», и, возможно, «Дорабеллу». Когда-то я ее в оперном классе пела, мне очень нравилось. Давайте немного подробнее о еще одной большой премьере. Она была чуть раньше, чем Аида. Это «Римский Корсаков», «Царская невеста». И Любаша, как вы уже сказали, это ваша одна из любимых героинь. Такой сказочник, да, от русской оперы «Римский Корсаков». В «Царской невесте» выступает несколько в ином качестве. Вот ваше ощущение этой истории, каково оно? Изначально вообще я прикоснулась к этому материалу еще в «Царицинской опере», это в Волгоградском театре. Но с силой своей неопытности я просто еще не могла понять и прочувствовать полноценно вообще этот образ. Уже, конечно, работая с Вячеславом Стародубцевым, это был совершенно другой опыт и просто бесценный, как я считаю. Слава не только рассказывал о моем вообще персонаже, также он очень много рассказывал о этой царской России, и что тоже помогло более углубленно понять этот образ. Волгоградском театре «Римский Корсаков» Волгоградском театре «Римский Корсаков» «Римский Корсаков» Да, контекст всегда важен, да, и чем больше контекста ты охватываешь, чем, наверное, глубже в итоге получается то, что ты делаешь. А если говорить об этапах работы над спектаклем? Их всегда много, да? Вот ваш любимый и нелюбимый, какие? Вообще каждый этап, он по-своему прекрасен и интересен. И когда ты только открываешь просто ничем, как первозданно чистый клавир, когда он только в печати, и понимаешь, что сейчас ты будешь наполнять его своими мыслями. И как-то работа, конечно, с концертмейстером, это тоже очень близкая работа, интересная. Главное удовольствие – это как раз-таки, когда уже ты справился с технической частью, ты выучил уже весь материал, тексты, и, конечно, приступаешь уже к режиссерским репетициям. Драматические актеры часто говорят, что вот свободу внутри роли можно почувствовать далеко не на первом и не на втором премьерном спектаклях, она появляется уже позже, да, когда спектакль уже разогнался. Как это вот в опере бывает, по вашим ощущениям? Когда вы начинаете чувствовать эту свободу внутри? Ну вот по моим ощущениям это бывает по-разному, кстати. Например, со спектаклем «Кармен» это был уже где-то, наверное, третий-четвертый спектакль. Тогда я уже более осознанно вообще подходила к и партии, и к образу. Уже не страшно было совершенно. Ну, что вот касается, например, «Царской невесты», наоборот, к первому спектаклю премьерному был настолько вообще какой-то драйв, сила, и, я не знаю, столько было вообще желания показать вот этот образ, поделиться вообще со своими какими-то мыслями через музыку. Ясно. Если говорить о Мариинском, значение этого театра для нашей страны переоценить сложно. Это и, конечно, Петербургская Мариинка, и теперь здесь, во Владивостоке. Вот ваше ощущение внутри этого театра, насколько здесь, во Владивостоке, чувствуется история Мариинского театра? Насколько вы ощущаете себя часть той огромной культурной глыбы, которой он является? Вот как раз-таки для меня Мариинский театр – это просто огромный организм, просто с богатой историей. И здесь это тоже чувствуется. И чувствуется тот подход, например, к которому руководство подходит уже непосредственно к спектаклям. Чувствуется вот эта вот ответственность, которая подходит. Ведь все костюмы, большинство декораций делаются специально для нашего театра. Это прекрасно и дорогого стоит. А если говорить о той жизни, которая происходит за кулисами, общении с партнерами, с коллегами и так далее, насколько вам было комфортно влиться в эту среду? Вы знаете, я попала сюда как раз-таки практически после окончания консерватории. Я еще не имела такого богатого сценического опыта, и до сих пор его не так много у меня. И на удивление коллектив принял меня просто очень хорошо. И коллектив, и руководство, и очень много вообще моих коллег мне даже просто помогали. И до сих пор мне многие помогают и подсказывают что-то. И это очень приятно и бесценно. Как бы вы продолжили фразу, наверное, это будет завершением нашего разговора. Я люблю то, чем занимаюсь, потому что... Это моя жизнь. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Спасибо вам. Успешного вам продолжения сезона. Пусть все сложится. Спасибо. Спасибо большое вам. Субтитры сделал DimaTorzok